Я паразит, представитель партии с нечеткими контурами, и в этом ее сила. Раз все признают, что я тот, кто живет в хозяине, то отличить мои с ним взаимоотношения от симбиоза или даже простого сосуществования довольно трудно. Я паразит. Мои обличия бесчисленны, а истории бесконечно разнообразны. Но я ограничу свой мандат шестью главами снижеследующей программой. Я Чарпч Салитер. Спутник людей с тех самых пор, как они стали бродить по земле на своих двоих. Из всех видов животных, служащих мне жильем, к людям я испытываю особую привязанность. Только их мне удалось впечатлить до такой степени, что они исчеркали в мою честь кипы бумаги. Признаюсь, я далеко не самый скрытный из паразитов, что находят в них пристанище. В самом деле трудно не заметить членистого червя подчас гигантских размеров, вплоть до нескольких метров в длину, когда его труп целиком выходит скалом или рвотными массами. Столетиями неподозревающие о микроскопических паразитах люди упоминают о моем присутствии у себя под боком, а точнее в боку, со времен возникновения письменности. Только не подумайте, что до этого меня не существовало. Знаете, что следы моих яиц обнаружены в капролитах сквалит пермского периода, то есть в более удобоваримых выражениях, в ископаемых экскрементах акул возрастом 270 миллионов лет. К сожалению, биографов не выбирают, и мои собственные не всегда оказывались подстать моему гению. Небрежность и эгоцентризм проявляются уже в самом названии, которое они мне дали. И хотя я, будучи гермафродитом, редко завожу компаньона, проживая у них в кишечнике, характеризовать меня как солитера, то есть одинокого, явное заблуждение, будто бы в мире существует один единственный вид червя-солитера. Копаясь не только в своем кишечнике, но и в потрохах животных, они насчитали не менее тысячи видов моих сородичей. Затем они объединили их под общим названием цестоды. Это прозвище прекрасно иллюстрирует патологическую манеру людей считать себя пупом земли, поскольку намекает на мое якобы сходство с предметом одежды, прикрывающим их пупок, а именно с ремнем. Я, паразитическая оса-наездник, и мои сестры образуем группу из нескольких тысяч видов, одна из характерных черт, с которой обычай откладывать яйца в хозяина, становящегося пищевым складом для нашего потомства. Большинство из вас уже, вероятно, решили, что это роднит нас с предыдущим рассказчиком, ленточным червем. И, несмотря на смехотворно малое сходство, не моргнув глазом, причислили нас к общей группе паразитов. Никого не желаю ужалить, хочу спросить, какая муха вас укусила, если вы, не разобравшись, объединяете нас с этими вульгарными лентами, впитывающими содержимое вашего кишечника. Нечего и говорить, как сильно ужалена моя гордость, разве можно равнять меня с ничтожеством, щадящим своих жертв? Знаете же, что хозяин, приютивший деток огромного большинства моих сестер, обречен на мучительную смерть. Голодные личинки сожрут его заживо. Кое-кто из ваших ученых, несомненно, под впечатлением от нашей безжалостной эффективности, предпочитает называть нас не паразиты, а паразитоиды. Еще одна жалкая уловка, только бы не признавать, что нас следует причислить гораздо более блистательной лиги хищников. Знаю, что для вас лучшие хищники — это львы, якобы цари зверей, и подобные им букашки, но пусть мне все-таки объяснят, почему наше кровожадное детство, когда мы пожираем хозяина изнутри, оставляя лишь пустую оболочку, не дает нам права вступить в этот элитарный клуб. Чувствую, наконец-то я задела вас за живое. Вам не терпится поспорить? А давайте. Вы возразите, что в отличие от львов, которые, сомкнув челюсти, сразу же убивают свою жертву, я долгое время поддерживаю с хозяином тесную связь. На это я отвечу, что тогда, с этимологической точки зрения, меня полагается квалифицировать как симбионта, симбиоз по-древнегречески жить вместе, хотя такой жизни, как у моего хозяина, не пожелаешь и врагу. Ага, у вас не осталось жала, чтобы вонзить его в меня. Вы смущены, не так ли? И теряетесь, какой наклеится на меня ярлык? Паразит? Хищник? Симбионт? Слово за слово, и мне уже удалось заставить вас усомниться в ваших излюбленных определениях и категориях. Вероятно, вы задаетесь вопросом, что за осиное гнездо вы разворошили? Хватит мямлить. Давно пора пересмотреть термины и понятия, которыми вы пользуетесь для определения межвидовых отношений, хотя чаще всего они пригодны лишь для удовлетворения вашей навязчивой идеи все классифицировать. Я, муравей-солдат номер 584, третий муравейник, восьмой уровень, двадцать седьмая галерея, намерен рассказать вам об ужасной войне, тысячелетиями, идущей между паразитами и хозяевами, и обучить приемам, которые помогут нам, хозяевам, выжить, когда на нас нападают. Вы позволили паразитировать на себе все лето? Пора, наконец, научиться защищаться. Главное, следовать основным правилам военного искусства. И начинать нужно с приобретения глубоких познаний о враге. Из поколения в поколение паразиты калечили и уничтожали муравьев, и это позволило нам в конце концов раскусить их секреты и тактику. Жертвы не будут напрасными, если вы освоите вражескую стратегию. Начните с изучения четырех главных маневров, которые используют паразиты. Первый. Встретиться с хозяином. Второй. Сосуществовать с хозяином. Третий. Эксплуатировать хозяина. Четвертый. Размножаться в хозяине. Все они будут подробно разобраны в нижеследующем руководстве по выживанию, предназначенном для изучения каждым потенциальным хозяином с целью познания основ противопаразитарной борьбы. Я, Сокулина, в качестве представителя многонационального и глобального энергетического и агропромышленного консорциума «Паразита Трейдмарк» хотела бы предложить вам начать диалог, касающийся основных направлений нашей деятельности. Дорогие паразиты учащиеся, озадаченные гости, я обращаюсь сегодня к каждому из вас, чтобы продемонстрировать, как прекрасен «Паразита Трейдмарк», как экологичен «Паразита Трейдмарк». «Паразита Трейдмарк» — это стиль жизни, который вам нужен. Предложение на условиях, действительных для всех живых существ, включая вирусы, при условии разумного использования хозяев. Смотрите ценовую брошюру. «Паразита Трейдмарк» не несет ответственности ни за какие глубокие морфологические, физиологические и генетические изменения, вызванные использованием «Паразита Трейдмарк». Злоупотребление хозяевами вредно для экосистемы. «Паразита Трейдмарк» отдает себе отчет в том, что наша репутация часто нас опережает и оставляет желать лучшего. Как и вы, поначалу я сомневалась и была настроена к «Паразиту Трейдмарк» скептически и даже враждебно. В случае интенсивного паразитизма вполне законно беспокоиться о вредных последствиях нашей активности и мы разделяем вашу обеспокоенность. Мы все только выиграем, если будем использовать беспроигрышную стратегию, основанную на уважительном и продолжительном паразитизме. Если мы хотим двигаться вперед, нужно честно признать, что пока невозможно пользоваться услугами «Паразита Трейдмарк», не повредив ни одного хозяина. Но сегодня мы раскроем все карты, в надежде никогда не прекращать нашего диалога. Мы хотим, чтобы «Паразита Трейдмарк» всегда ассоциировался с духом милосердия и чтобы мы не забывали о прекрасной цели, которая нас всех объединяет — дать жизнь тысячам новых паразитов. Во имя плодотворной дискуссии начну с того, что обещаю вам полную прозрачность. С этой целью я подробно доложу о всех последствиях нашего сотрудничества с хозяином и о порождаемой этим сотрудничеством клевете, будь то неизбежные убытки, связанные с нашей активностью, предрассудки, которые огорчают наших хозяев, но не прибавляют нам капитала, а также о некоторой пользе, входящей в число наших услуг, о которой частенько забывают. Проникнуть внутрь, доминировать, эксплуатировать. Слушая предыдущих авторов, легко предположить, что паразиты преследуют своих хозяев, движимые сексуальной одержимостью. К счастью, данная глава наконец-то дает возможность лишить вас информационной девственности и обнажить перед вами нашу необузданную сексуальность. Но какие же мы невоспитанные? Мы ведь даже еще не представились. Это нарушение элементарных правил вежливости заслуживает, по нашему мнению, хорошей порки. По одной на каждого, пожалуйста. Ведь мы, моногамные черви, говорим от первого лица во множественном числе, потому что представляем собой двух отдельных индивидуумов, спаянных друг с другом к величайшему взаимному удовольствию. Чувствуем, что вам захотелось узнать о нас поподробнее. Не спешите, любезные слушатели, умерьте свой пыл и не пренебрегайте прелюдией. Не хотите же вы, чтобы все кончилось, еще не начавшись? Первым делом мы постараемся вас обольстить, устроив небольшую вайеристскую вечеринку, чтобы вместе подглядывать за сексуальным поведением наших хозяев. За ней последует подробный рассказ о нашем собственном куррикулум сексус, и, в частности, о наших практиках слияния. Мы даже сорвем покровы с экстремальных чувственных привычек наших похотливых сородичей других видов. В этой знойной голове мы коснемся всех, потому что мы, паразиты, гордимся тем, что в наших рядах есть сообщество с различными сексуальными предпочтениями. Очевидно, здесь нужно предупредить. Следующие строки не предназначены ни несовершеннолетним, ни ханжам. Но мы надеемся, что любителям пошалить эта пылкая глава доставит огромное удовольствие. Мы также приносим извинения за некоторую нашу дисексуальность, дислексуальность, то есть дислексию, из-за которой мы невольно будем, возможно, простите, всюду вставлять сексуальные намеки. Итак, мои уважаемые хозяева, со смирением начинаю озвучивать заключительную главу книги, воспевающей паразитов, в надежде очистить вашу карму от негативной энергии, возможно, скопившейся при прослушивании предыдущих глав. Предлагаю на минуту расслабиться и предаться медитации, чтобы позволить мне помочь вам достигнуть гармоничного примирения с паразитами. Я осознаю бремя ответственности, лежащей на мне вирусе, которого нередко представляют воплощением паразитизма, целиком посвятившего себя истощению ваших ресурсов, бесспорным экспертом в разграблении мира с момента его зарождения. Но я верю в каждого из вас и убежден в гибкости вашего разума и открытости для восприятия последнего откровения этой книги. Вот оно. Паразиты неоценимый источник блага. Мы, паразиты, вот уже несколько десятилетий заключаем с людьми дружеские соглашения, чтобы предоставлять им новые способы борьбы с другими паразитами, фантастические возможности для развития науки и техники и даже экологически чистые средства для борьбы с вредителями. Мы, паразиты, несем хаос и разрушение, но наше воздействие не всегда пагубно и может привести к неожиданным благодеяниям. Тот, кто зрит в корень, понимает, что в нас сосуществуют инь и ян, ибо красота и плодородие рождаются из конфликта. В суровой борьбе за адаптацию и выживание среди ловушек эволюции мы найдем оптимальную стратегию в глубинах собственного я, в самом сердце своей внутренней вселенной. Предлагаемое мной путешествие вглубь себя позволит вам прозреть и разглядеть следы нашего вклада в ваш успех, а то и в ваше господство на планете. Чтобы направить вас на путь просветления, я выступлю адвокатом паразитов и докажу, что наше паразитарное присутствие имеет огромное значение для сохранения самых выдающихся экосистем земного шара. Надеюсь, что этот духовный опыт, способный перевернуть чье-то видение мира, убедит вас в том, что мы, паразиты, главные действующие лица в поддержании хрупкого равновесия взаимосвязи между всем живым. Многие виды паразитов находятся под угрозой исчезновения, что может иметь катастрофические последствия для экологического равновесия в мире, в котором мы с вами живем. Настало время сконцентрировать внимание на наших тесных отношениях, проникнуть в суть нашей извечной связи друг с другом и постараться извлечь из нее уроки на будущее. Продолжение следует...